Дети на защите леса. Юные любители природы ежегодно участвуют в различных экологических акциях и самая масштабная из них марш парков, в рамках которой проводится множество мероприятий, целью которых является привлечение внимания общественности, а в особенности детей и молодежи к проблеме сохранения природных богатств. Эти ребята точно никогда не станут причинять вред природе, истреблять животных или уничтожать растения, потому что они, как никто, знают, насколько важно сохранить хрупкий мир, в котором мы живем. Красота первозданной природы – то, чем мы восхищаемся, и то, что достанется нашим потомкам. И благодаря таким мероприятиям, как марш парков, дети активно участвуют в сохранении окружающей среды. В семье и в рамках этого масштабного проекта состоялся слет школьных лесничеств под девизом «Сохраним биоразнообразие лесов при Иртышья», куда прибыли юные экоактивисты из разных районов. На нашем слете будут принимать участие 9 школ из сел Бескарагайского, Новошубинского, Бородульхинского и Кокпектинского районов. Сегодня они покажут свои знания о лесе, о биоразнообразии, о том, как вообще можно и нужно относиться, как беречь природу, как спасти ее от пожаров. То есть вот все этапы, которые касаются, вернее, все вопросы, которые касаются лесной охраны, изучения леса, сбережения, восстановления и так далее. Ребята делились своими знаниями о растениях и животных, рассказывали о том, какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать. Я очень рад возможности поучаствовать на слете школьных лесничеств. Благодаря этому слету многие дети могут обменяться опытом, познакомиться с другими школами и начать беречь свою природу и свою родину. Юные защитники леса с удовольствием изучают мир природы и ежедневно совершенствуют свои знания. В рамках акции «Марш парков» мы ежегодно проводим слет школьных лесничеств, где ребята делятся знаниями о животном и растительном мире, изучают и демонстрируют, как необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. По итогам слета ребята из Бородулихинского района завоевали первое место, на втором оказались ученики из Бескарагайского района и на третьем активисты из Кокпектинского района. Анна Мацепуа и Нурка Сыма, Дильжан Бесингазина, Фалтек Парад.